Карантин выходного дня. Гуманитарная ситуация в Ордло ухудшается. Новые ограничения в мире. Это первые итоги пятницы в прямом эфире телеканала Дом. Я Николай Саракваш. Добрый вечер. Несколько часов до начала карантина выходного дня. После полуночи в Украине вступят в силу новые ограничения из-за стремительного роста количества инфицированных на COVID-19. Врачи предупреждают, что ситуация близко к критической. Как правительство предлагает бороться с пандемией, расскажет Артем Голуб. За последние сутки наибольшее количество инфицированных в столице 1083. Среди антилидеров также Днепропетровская и Запорожская области. В каждой выявили более семи сотен больных. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если люди не начнут придерживаться санитарных правил, зимой больных станет намного больше. Если мы не будем поддерживать правила, я вам сейчас расскажу, что будет происходить. Мы уже за месяц можем отримать 100% заполнение наших лёжок. В лекарнях не будет куда принимать хворих. И в таком случае им не будет надана допомога именно в условиях стационара. Людям, которые потребуют кисень, людям, которые потребуют инколоаппаратов, сущной вентиляции легенд, люди, которые потребуют высококвалифицированного надания медической допомоги. На данный момент в Украине есть более 51 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Половина из них уже занята. Это существенная нагрузка на систему здравоохранения, говорят медики. Морально работать достаточно сложно. Не хватает молодшего медичного персонала, не хватает среднего медичного персонала. У нас есть такие червования, когда червают выключенные лекаря, выполняют работу и медсестеры, и санитарок. Насколько нас хватит, сложно сказать, но наши силы не безмежны, на жаль. Ситуация не критична, но она приближается к критичной. Чтобы избежать полного локдауна, правительство на три недели вводит карантин выходного дня. С нуля часов субботы и до понедельника запрещается работа ресторанов, кафе и баров. Они смогут продавать еду на вынос. Запрещена работа ТРЦ, дискотек, салонов красоты, магазинов промтоваров, в том числе и одежды. Не будут проводиться массовые мероприятия и в помещениях, и на улице. Останавливается работа спортклубов и бассейнов. Закрываются музеи, которые не могут ограничить количество посетителей из расчёта один человек на 20 квадратных метров. Под новые ограничения подпадают также кинотеатры и театры. Залы должны быть заполнены не более чем наполовину. Карантин выходного дня позволит нам уменьшить количество инфекирований в течение недели, что потягне за собой уменьшение количество госпитализаций и навантажения на систему охраны здоровья. Д позволит работать экономически и получать позитивный результат по переходу без жесткого локдауна, когда закрываются все сферы бизнеса. Меры Черкас, Львова, Тернополя, Ровно, Одессы, Николаева, Луцка, Краматорска, Славянска и Мукачева заявили, что в своих городах не собираются ужесточать карантин. Но правительство настаивает, другого выхода нет. Решение придется выполнять. У міських голів немає повноважен дозволяти або забороняти дію решений уряду на территории окремо взятої териториальної одиниці. Решения уряду діють безумовно и подлагают выполнению всіма суб'єктами господарювання, які розташовуються на території України. С начала пандемії коронавірусом заразилось более полумільйона українців. 9 тисяч погибло, 233 тисячі побороли болезнь. Артем Глуп, Олександр Бугай, Київ, Твой Дом. Количество инфицированных коронавірусной инфекцией в Україні будет увеличиваться до февраля. Об этом в программе «На самом деле Украина» рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что в стране есть возможность развернуть 90 тисяч коек для лечения больных COVID-19. Больницы «Укрзалізниць» будут принимать пациентов с COVID-19. Об этом договорились руководитель предприятия Владимир Жмак и глава Минздрава Максим Степанов. Ведомство пообещало обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных, а также возьмет на себя все текущие расходы. Национальная служба здоровья в кратчайшие сроки подпишет договоры с Центром здравоохранения «Укрзалізницы», чтобы перечислить средства. Владимир Зеленский получает противовирусное и противовоспалительное лечение и идет на поправку. Об этом сообщили в больнице Феофания, куда президента госпитализировали с коронавирусом. Зеленский находится в изолированной палате, где есть рабочий кабинет со спецсвязью. Президент лечится в медучреждении на тех же условиях, что и другие пациенты, а информацию о высокой стоимости его лечения в Феофании назвали фейком. Новый антирекорд по количеству заразившихся COVID-19 в Днепропетровской области. 740 новых случаев за последние сутки. Это вдвое больше по сравнению с предыдущим днем. В больнице имени Мечникова, говорят, места для госпитализации больных есть, а вот медиков не хватает. На днях от коронавируса умер заведующий отделением реанимации новорожденных. Он контактировал с роженицами, у которых был подтвержден COVID. Инфекция забрала жизнь и главного врача городской детской больницы, которая является опорной по лечению COVID-19. Очень важно сегодня всем нам сделать так, чтобы замедлить темпы роста заболеваемости. Удастся, у нас хватит медиков, хватит мест в больнице и будет кому оказывать помощь. Не сможем замедлить, будет катастрофа. По полтысячи случаев COVID-19 ежедневно фиксируют в Донецкой области. Больше всего в Мариуполе. Медиков не хватает. На одну медсестру приходится до 40 пациентов. Врачей инфекционного госпиталя сейчас поддерживают мариупольские волонтеры. Они ежедневно приходят в отделение и помогают ухаживать за пациентами с COVID-19. Подробности у наших корреспондентов. Они работают четко, быстро и добросовестно. Это провизорское отделение, в котором лежат люди с подозрением на COVID-19. Палаты переполнены. В инфекционных отделениях катастрофически не хватает персонала. На помощь медикам сюда каждый день приходят волонтеры. Обычно 5-6 человек по утрам мы стараемся по графику подтянуть. Сегодня много работы. Мы перевозим это отделение в отремонтированное, куда завезли кровати, новые классные кровати. Все это дело мы там уже расставили, собрали, разгрузили, вымыли. Идея помочь врачам возникла у отца 33 приемных детей Геннадия Махненко. Он взял своих старших сыновей и пришел в отделение. Сначала их было пятеро. Потом к ним присоединились и другие люди. Сегодня у медиков 10 добровольных помощников. Просто понимала, что здесь нужна помощь, что врачи не справляются. У них на самом деле много работы, поэтому я пришла сегодня сюда. Сейчас такое положение у нас в Мариуполе, что многие люди напуганы. И ситуация ухудшилась в плане болезни вируса. Но если все напуганы, то должны найтись люди, которые возьмут ответственность и будут идти в проблему эту и помогать. Вот мы решились и помогаем. Каждый день в отделении волонтеры выполняют самую тяжелую и неквалифицированную работу. Моют полы, разгружают машины с кислородом, переносят все необходимое. Скажи, что дальше делать? Матрасы заканчиваем, моем полы, заселяем здесь. Все, поехали туда. Руководят волонтерами медсестры отделения. Именно они говорят, что нужно сделать в первую очередь. Нам неоткуда было взять резервы. То мы раньше обходились своими силами. Сестры, санитарки, мы все это старались организовать сами. Сейчас это просто невозможно. Когда одна сестра на 40 больных, 40 капельниц и все, и вырвать еще кого-то оттуда, это просто нереально. Поэтому это помощь, это низкий поклон. В госпитале сейчас оборудуют новое отделение для пациентов с COVID-19. Оно откроется в ближайшее время. Волонтеры обещают и там помогать медикам. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь. Твой дом. Закрыть все магазины, кроме продуктовых, а также парикмахерские, готовятся в Австрии. Школы переведут на дистанционное обучение. Окончательное решение правительство примет в понедельник. В каких еще странах вводятся новые ограничения и где уже действует комендантский час, знают наши журналисты. Улицы Вечернего Будапешта опустили. В стране введен строгий карантин. Выходить из дома с 8 вечера до 5 утра запрещено. За соблюдением комендантского часа следят правоохранители. Все должны вернуться домой к 8, за исключением тех, кто едет на работу или с работы. Или в некоторых других исключительных случаях. Все собрания запрещены, рестораны закрыты. Гостиницы в Венгрии могут принимать лишь бизнес гостей. Постояльцам-туристам будут отказывать. Рестораны и бары закрываются еще до комендантского часа, в 19. Владельцы заведений подозревают, что ограничения продлятся дольше месяца. Мы думаем, что сможем выдержать это около двух-трех месяцев. Но если это займет больше времени, мы окажемся в действительно тяжелой ситуации. Строгий карантин действует и в Португалии. С 11 вечера до 5 утра там нельзя покидать дома. А тех, кто в это время оказывается в городе, проверяют полицейские. Я здесь по работе. Иначе меня бы здесь не было. Мы собираем ночные инсталляции, и мы должны это доделать. Такие же ограничения ввели и в Румынии. В столице Бухаресте закрыли школы. Продуктовые магазины могут торговать лишь до 9 вечера. А находиться на улице без маски запрещено. Все люди, которым необходимо ехать между 11 часами ночи и 5 утра, должны показать полиции письменное заявление. Если это во время работы, им необходимо показать рабочее удостоверение или письмо от работодателя. Количество больных COVID-19 в Италии уже превысило миллион человек. Больницы в Милане заполнены на 75%. А в регионах Пьемонт и Южный Тироль более чем на 90%. Власти закрыли передвижение между регионами до 3 декабря. Елена Террен, Роман Смолер, Телеканал Дом. Гуманитарная ситуация на неподконтрольных Киеву территориях ухудшается. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В ведомстве отметили, что незаконное вооруженное формирование не пропускает людей через линию соприкосновения и тем самым лишают многие семьи едва ли не единственного источника дохода – украинских пенсий и соцвыплат. Глава ведомства Алексей Резников сообщил, что украинская сторона делает все, чтобы как можно скорее разблокировать работу КПВВ. Сейчас людей в обе стороны пропускают только через станицу Луганскую, но с сегодняшнего дня самопровозглашенные власти на час сократили работу своего пункта пропуска в Еленовке до 16.00 по Киеву. В ограниченном режиме работает и КПВВ Новотроицкое в Донецкой области. Накануне пункта пропуска пересекли лишь три десятка жителей. Ситуация критична, и люди это понимают. Они втомились жить в заручниках в оккупационных режимах. Зарплати не платят, пенсий нет. Багато предприятий закрывается, накопичуются борги. Готуются черговые источники скорочения, а это тысячи новых безработных. Я уже визначал, что Россию все сложнее утримать оккупованные регионы Донбасса. Сутоэкономично. Даже в своих подконтрольных псевдоструктурах. Донбасс на пороге экологической катастрофы. В ближайшие несколько лет может стать непригодным для жизни, считают эксперты. Объясняют это тем, что на неподконтрольной Киево территории шахты затоплены. Это влияет не только на экологию в Ордло, но и отравляет грунты всего Донбасса. Более того, поднятие грунтовых вод может привести и к сейсмической активности. Решать экологическую проблему региону нужно на высшем уровне, считают эксперты. Россия вербует на Донбассе военных для отправки в оккупированной Армении. Нагорный Карабах обязательным условием является наличие российского паспорта и военная служба в подразделениях Ордло. Об этом информирует разведка Министерства обороны Украины. Напомню, четыре дня назад Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о перемирии. Согласно принятому документу, военной Российской Федерации вводятся на территорию Карабахского региона для наблюдения за прекращением огня. На тимчасово окупованной территории у Донецкой и Луганской областях действует вербование людей с российским гражданством с методом комплектирования так называемых миротворческих подразделений для выполнения задач в Нагирном Карабахе. Усилить санкции против России из-за незаконных выборов в оккупированном Крыму призвала Украина страны Евросоюза. На заседании Комитета Ассоциации между Украиной и ЕС заместитель министра иностранных дел Эминеджи Парова представила Крымскую платформу. Она предполагает объединение усилий различных стран для деоккупации полуострова. Впервые концепцию Крымской платформы озвучил в ООН президент Украины Владимир Зеленский в сентябре. Прокуроры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели украинских военнослужащих. Вне боевой обстановки. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее данным, с марта по октябрь спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере направили в суд более полутора тысяч обвинительных актов только о военных преступлениях. За это время раскрыли деятельность семи организованных групп, которые совершили 10 преступлений, в частности, разворовывали военные имущества. Кроме того, готовится к передаче в суд обвинительный акт по делу о получении откатов во время медицинских закупок в армии. До кримінальної відповідальности притягнута 2104 особи, з яких 1612 – військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань. В тому числі 394 особи начальницького складу та 84 правоохоронців. Факти нестатутних відносин, спричинення військовослужбовцями тілесних отшкоджень та навіть заподіяння смерті, відмова від виконання наказів командирів та ухилення від обов'язків військової служби, порушення правил поводження зі зброєю – все це під прискіпливою увагою прокурорів. Дипломатическое назначення. Президент Владимир Зеленський подписал указ о назначенні чрезвычайного і полномочного посла в Республіки Сингапур. Їм стала спікер Министерства іностранних дел Екатерина Зинченко. На дипломатическій службі она с 2002 року работала в посольстві України в Австриї, дважды була в должності первого секретаря посольства України в Германії. Тисячі лотів і продаж на сотню мільйонів гривень – такий об'єм торгов еженедельно проводит государственне предприємство Сетам. Оно продає імущество должников, которые взимають по решению суда. Ціна на товары ниже рыночних, а ставку можуть зробити не тільки предприємство, але і фізичне лице. Об'єм в програмі «Офіційний розговор» розказав генеральний директор компанії Александр Мамре. То есть у нас на сайте вы можете зайти, ознакомиться с фотографиями и с первичным описанием по тому или иному объекту. Вот, как мы сказали, допустим, объект недвижимости, да? То есть человек заходит на сайт, очень удобная система разработана поиска, фильтрации, то есть по регионам. Бродвейская история. В Київском театре «Оперетты» впервые за время карантина поставили новую п'єсу. Спектакль с успехом прошел на малой сцене. На премьері побывала Инесса Заніна. Чим я можу їх купити, коли все, все продано, а вся курва красиво йде на сцену? Бродвейская история, реальная история из жизни звезды театра анимого кино Лорет Тейлор, написанная Джоном Кромвеллом. Актриса блистала в 30-40-е годы прошлого века. В п'єсе нет арі, но есть драматизм, сыграть который непросто. Комические моменты переплетаются с трагедией. По сценарию, после 10-летнего перерыва, героиня Фанни Эллис, страдавшая алкоголизмом, пытается вернуться на сцену. Это женская судьба, очень многогранная, очень разноплановая. И эту актрису, она действительно существовала. Это живой образ, как бы сказать, в Голливуде, известная актриса. Но у нее была очень сложная судьба. Ну, конечно, было сложно, сложно, потому что эти перепады, эти эмоциональные взрывы, падения, ну, это было в ее судьбе такое. Бродвейская история, первая премьера, поставленная в театре опереты за время карантина. Репетировали месяц на малой сцене. Это была потреба просто чисто профессионально встретиться и попрацювать. Тем более у нас был такой великий промежок часа, где мы не знали взагалі, куда себя приткнути за цей карантин. Тому это вот такая спроба посмеяться над нашим несмешным часом. Театралы соскучились по новым постановкам. Игру актеров оценили по достоинству. Очень сложно играть в таком замкнутом и маленьком пространстве, так, чтобы тебя поняли, чтобы донести что-то. Я представляю, насколько ей было сложно, но она очень хорошо справилась, прекрасная постановка. Про двейскую историю планировали играть в эти выходные, однако из-за карантина спектакли перенесли на будние дни. Инесса Занин, Алексей Идрисов, Киев, Твой дом. Итоги дня уже в следующем выпуске. Тем временем подписывайтесь на наши интернет-страницы и, конечно же, наш телеграм-канал. Адреса появляются на ваших экранах. И берегите себя, свой дом, Украину. Субтитры создавал DimaTorzok